Шаман, изгоняющий злых духов, охотник, рыбак. Все скульптуры имеют реальные прототипы и выполнены с фотографий удыгейцев. Около 30 лет назад Владимир Бойко вырезал из дерева дерсу узала. С этой скульптуры и началось его увлечение. В основном здесь играет роль большое лицо. Лица нет ни этой работы. Правда, сегодня удыгейские скульптуры Владимира лишь дополняют основную выставку и создают атмосферу. Внимание зрителей приковано к работам Ивана Дункая. Единственный заслуженный художник из удыгейцев представляет свои картины, пронизанные любовью к природе. Все-таки это культурные традиции и лес, и тайга, где мы там поживаем в большей степени. Но в последнее время я вижу картины моды. Он сам рисовать моды. И, вы знаете, получается, мне нравится. На открытии своей персональной выставки, к сожалению, зрители Иван Дункая прийти не смог. Его друзья объяснили – художник очень болен. Желающим узнать больше про работы, на помощь приходил младший брат Ивана, а по совместительству – настоящий удыгейский шаман. Это лечение больной женщины. Возвращение души, ханя по-удыгейски. То есть, человек болеет, и у него душа ушла, ее нет. И шаман делает обряд в возвращении души. Удыгейский художник рисует в основном с натуры. Уже много лет они компании регулярно выезжают в тайгу. Пока друзья охотятся и рыбачат, Иван Дункая сидит подаль с мольбертом и красками и зарисовывает разнообразные виды. Он это считает своей родиной. Он это считает своим. И он не хочет покидать эти места. Он очень много делает для того, чтобы эти места сохранились в том виде, в котором они есть. Он очень много делает для тех людей, которые и приезжают в те места, и живут в этих местах. Удыгейцы – коренные жители нашего региона. Возможно, если бы не Владимир Арсеньев и Акира Курасава, которые рассказали о них всему миру, многие бы и не знали об этом народе. Сегодня на территории России у дыгейцев всего две тысячи человек. Проживают они только в Хабаровском и Приморском краях. И в переводе с удыгейского название этого народа звучит как «Лесные люди». Необычные люди. Он встречается с ними. Он действительно связан с природой. Выставка «Душа у дыге» – это ответы на три вопроса. Как выглядят представители малочисленного народа, каков их быт и обычаи. А вот картины Ивана Дункая продемонстрируют удыгейскую душу. Посмотреть работы и прикоснуться к коренному народу Приморья можно в Союзе художников России до 29 августа. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.